Последовательность натуральных чисел такова, что все ее члены разные числа, и среди них нигде нет числа 1. Докажите, что бесконечно много в этой последовательности чисел, которые больше своего номера. Ну вот, например, если вы просто через запятую напишите 2, 3, 4, 5 и так далее, то каждое число будет больше своего номера. На самом деле, конечно, так не обязательно. Например, вы могли взять такую последовательность. 2018, 2017 и так далее, и так далее. И в какой-то момент у вас пойдут числа, я не знаю, там 6, 5, 4, 3, 2. И они будут уже меньше своих номеров. Тем не менее, если вы будете писать бесконечную такую последовательность, то чисел, которые больше, чем номер места, на котором они написаны, будет бесконечно много. Докажите. Да. А не само? Нет, конечно. Это только натуральные. Натуральные числа. Это числа 1, 2, 3, 4 и так далее. Целые положительные числа. Мы рассмотрим такое движение. От некоторого места мы переходим на то место с номером, что число стоит на нем. Такое движение бывает либо стоящим на месте, либо движемся вправо, либо влево. Влево – это к началу первого места. Да. Вправо – это бесконечность. Да. Теперь понятно, что с первого места мы идем вправо. Да. Теперь, когда у вас есть… Давайте будем дальше следить за этим движением. Да. Когда у вас есть такой путь, он не может в какой-то момент остановиться. Потому что… Потому что… Ну, что значит? Вот. Очевидно, что в таком пути после нескольких движений налево, налево, будет хотя бы одно движение направо. Да. Ну, а это и значит, что бесконечное количество движений направо? Нет. То есть… Нет. А может быть, мы все время в одном и том же месте, если мы влево, заменяем на путь вправо? Ну, и все время заходим. Уже влево не до одного и том же места, и откуда переходим вправо. К. Смотрите, а это называется цикл. И что? А цикл не может быть, если мы стартовали с единицы. Почему? Причем такое понятие, как движение. Когда у вас есть некоторое место, на котором написано какое-то число. Движение – это переход от места M в место K. Где K – это то самое число, что написано на месте M. Хорошо, Раша, да? Теперь рассмотрим такой путь от единицы. Да. Понятно, что увеличение номера, ну, что интересная нам в задаче… Это как раз движение вправо, да. Докажем, что путь, начинающийся соединиться, в каждую разу будет идти в какую-то новую точку. Новая клетка. Почему? Что значит, что он пройдет по старому маршруту? Это значит, что зацикливание – это, в самом деле, система такого типа. Ну, это цикл… Это цикл из трех. Да. М. Ну, да, 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 понятно. Да, понятно. И у нас невозможен цикл с хвостом, потому что… Вот здесь будет подписано одно и то. Да. Поэтому циклов нет. Нет. Возможен чистый цикл. Но цикла с хвостом нет, да. Из-за того, что единицы нет, у нас вообще не будет цикла с началом единиц. Да. И значит, это будет бесконечный путь. Да. Да. А смотрите, мы будем ходить бесконечный часом раз направо. Потому что налево нельзя из-за конечности начального уровня. Потому что мы можем довольно много в какой-то момент сделать ходов налево, но бесконечно много раз налево сходить нельзя. То есть придется в какой-то момент опять прыгнуть направо. Замечательно решил. Молодец. Смотрите, мы переходим по стрелке. Если вот здесь написано L. Если это клетка с номером L, то есть здесь L и здесь L. Было написано в какой-то клетке. Но у нас числа разные. Поэтому так не могло быть. На самом деле это не то, что я ожидал. Потому что я думал, что эту задачу будет решена попроще. Давайте я вам сейчас расскажу. Решение, мне кажется, самое пустое. Так звучит. Возьмем первые несколько мест. И посмотрим, какие на этих N местах стоят числа. Смотрите. Места с номера 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вы считаете, какая самая маленькая может быть сумма не номеров, а чисел, которые стоят на этих номерах? Самое понятно, что самая маленькая, это начинается с двойки и заканчивается на N плюс 1. Это понятно? Потому что если у нас нет единицы, то даже если мы будем брать самые маленькие числа, то это будут от 2 до N плюс 1. Отлично. А теперь посмотрим, насколько отличается вот N сумма от суммы самих номеров. Понятно, насколько. Вот эта часть общая от 2 до N. А здесь N плюс 1, значит отличие на N. Но, господа, если бы почти на всех местах число было бы не больше номера, на котором оно стоит, то тогда вот эти вот, вот это отличие давали бы только места, где число больше. И если таких мест конечное число, то не могло бы при больших лет так быть. Не знаю, где ходят, не ходят. А теперь рассмотрим большое номеральное число N. Ну, то есть, присвольное номеральное число N. Посмотрим, какие числа расположены на первых N номерах. То есть, первые N членов последующих. Самая маленькая возможная их сумма от 2 до N плюс 1. Отлично. Теперь говорим, что сумма номеров, сумма номеров это от 1 до N. Вот эта величина отличается от этой ровно от 1. Ну, понятно, почему. Потому что вот эта часть 1 и 2, а здесь N плюс 1 от 1. Отличие ровно от 1. В каких местах возникает эта самая разность? Понятно, в каких. Там, где число расположено на позиции с меньшим номером, чем это число. Скажем, число 15 стоит на 12-м месте. Тогда вот в такую сумму класса 15, а в такую класса меньше. Ну, вот если бы таких мест было конечное число, то тогда мы могли бы набрать разность не больше, чем я не знаю, чем я не знаю. Чем я не знаю. Потому что если почти на всех местах числа не больше, чем их много, то тогда и сумма будет, ну, отличаться не больше, чем в тех нескольких местах. Идите вы поняли? Третий способ и задача. Это надо брать. Что значит брать? Предположим, что то, что не нужно наказать, неверно. Так, вспоминаем, что не нужно наказать. Есть бесконечно много мест, где число больше своего номера. Что значит это неверно? Это значит, что только конечное множество мест, где число больше своего номера. То есть, начиная с некоторого номера, число, что? Не превосходит номер места, на котором оно стоит. Отлично. Тогда давайте сделаем так. Правильно ли это? Начинается с какого-то там, с инцидиции. И дальше идет, идет, идет. Так вот, мы отойдем достаточно далеко, чтобы все вот эти вот места, где число больше номера, на котором оно стоит, уже пройдет достаточно далеко. Итак, пусть вот есть какие-то места. Здесь число было больше своего номера. Здесь число больше, здесь число. У нас, по предположению, таких бесконечное число. А мы отойдем достаточно далеко, до некоторого числа N, так, что и эти числа меньше, чем N, и тем более номера, их меньше, чем N. Все, ребята, тогда вот во всех этих местах числа не больше, чем N, здесь может быть больше, но не больше, чем N. Получается, что все числа, что все числа, расположенные на местах с первого до N большого, все числа на этих местах, не больше числа N. У нас по правде, разрешенные на местах с первого до N большого, поэтому мы получили противоречие.